В этом ролике мы расскажем о том, как правильно пользоваться программой-оптимизатором C-Cleaner и провести необходимую настройку. Для начала запустите программу. Перед вами простой интерфейс, в котором основные элементы главного окна определяют 4 функциональных ярлычка на левой боковой панели – очистка, реестр, сервис и настройки. Однако перед тем, как пользоваться программой C-Cleaner, необходимо ознакомиться с ее настройками. Поэтому для начала зайдем в раздел «Настройки». Из имеющихся подразделов пользователю-новичку стоит обратить внимание лишь на два из них – «Настройки» и «Дополнительно». Так в настройках желательно установить галочки напротив добавления C-Cleaner в контекстное меню, если не стояли, и автоматическое обновление программы. Также рекомендуем оставить диск C для очистки и обычное удаление, позволяющее в случае чего восстановить удаленные файлы. Если вы сотрудник секретной организации, тогда выбирайте «Безвозвратное остирание» и убережете удаляемые данные от восстановления злоумышленниками. В подразделе «Дополнительно» отметьте галочками пункты об удалении файлов из папки «Темп». Это временные файлы. И запрашивать создание резервных копий реестра. Последнее – это страховка программы от возможных сбоев Windows. Чтобы завершить настройку C-Cleaner, обратим внимание на разделы «Очистка» и «Реестр». Так, вкладка Windows в разделе «Очистка» позволяет управлять более 30 параметрами очистки системы. В браузере и проводнике устанавливаем все галочки. Во вкладке «Приложение» лучше убрать галочки с браузера, которым вы пользуетесь. В разделе «Реестр» начинающим пользователям рекомендуем оставить все как есть. Теперь можно пользоваться программой C-Cleaner для очистки системы и реестра. Алгоритм действий такой. В разделе «Очистка» нажимаем кнопку «Анализ» и программа находит потенциальное для удаления файлы. Затем выбираете «Очистка» и высвобождаете таким образом место для новых файлов. В разделе «Реестр» выбираете функцию «Поиск проблем» и когда сканирование закончится, нажимаете «Исправить отмеченные». Сохраняйте свою систему в порядке. Продолжение следует...